Что-то поймали и за это дерутся. Что у тебя в зубах? Кого поймал? Кого-то поймал? Блин, Настя, звони Алексеевичу. Она прям кидалась на него, тут дрались они. Мы такие вначале идем, они дерутся. Он что-то носит, ну издалека думаем крысу что ли какую-то поймал. А глядим, не, ну такое, мало ли, потому что что-то непонятно. А это вот она окатилась, потом уже поняли. Ну мы когда поближе подошли, поняли, что это вот. Причем она его добивалась, он бы не хотел с ней гулять. Ну выражает, теперь не будем знать. Ушел куда-то. Ушел, ушел. Мы его закрыли. Ну вот, к сожалению, к большому сожалению. Смотрите, друзья, в каком прекрасном вольере живут пара леопардов амурских. Вольер, что называется, самбо жил, да деньги нужно. Цветущий, десятки деревьев, дорожки и так далее. Самка забеременела, родила малышей. Вот и, ну у нас всегда они находятся вместе. У самки есть и деревянный домик, он сзади вас. Есть отдельное помещение и есть домик стационарный. Но редкий случай, но вот это он, когда самец просто, видите, лапка малыша осталась. Наши блогеры увидели, как он съел и хвостик, к сожалению, от леопарда. Выношенные, здоровые, крепкие детки были. Вот и все. Но один или двое, они как минимум двоих. Одного видели, но. Ну, да, я сам пока закрыл. Надежда на то, что она родит еще одного. Вот, есть, но небольшая. Давайте пройдемся по вольеру. Подходим. Ой, мы тут прямо шоки, честно говоря. Да, ну такое бывает в зоопарках. Мы думали, он поймал какую-то, ну не знаю, там, кто там в диких. Ну, он бы пищал сейчас, пищал бы. Ну, он не пищал, уже мы увидели. А, ну того мы видели, не пищал. А тут... Просто место предостатки. Вчера мы его кормили. Ой, ну, а он у нее забрал, прямо они дрались так. Она не давала. Просто отнял. Да. Тихо-тихо! Аккурат! Ну, вроде никого нет. Будем надеяться, что это первый малыш, что за ним последует второй. Но обычно первый малыш самый крепкий, самый здоровый. Вот, бывает, что самцы съедают малышей, бывает, что самки сами съедают, если чувствуют, что они слабые, там, или другие какие-то моменты. Но это вылезли. Хороший малыш. Леопарда, весна. Ну, вот с этой дипанией не было видно, что она беременная. Она была. Она была толстенькая. Вчера она отказалась от еды. И даже каталась. Когда я ее... Я вчера лично обслуживал этот вольер. Я убирал здесь, прошелся. Вот, закрыл их обоих. Видите, есть отсек отдельный. Его в домик я закрыл, ее там закрыл. И вчера я обследовал весь вольер. Это... Вчера было большое кормление здесь. Я убрал все кости, все эксперименты. Осмотрел весь вольер. В этот вольер мы достаточно нечасто заходим. Потому что, обратите внимание, дорогие друзья, что этот вольер это кусок леса. Это несколько соток. У людей дачи такие, чтобы вы понимали, как вольер у этих двух амурских леопатов. Вот, кусок леса, огороженный, в высоту 6 метров. Просто им здесь очень комфортно. И, конечно, обычно, когда в тесных клетках животные, они не размножаются, либо съедают малышей, потому что понимают условия стесненные. А здесь и еды, и воды, и территории предостаточно. Это просто вот такой зверский и нехороший характер у самца. Вот, к сожалению, к сожалению, ну что-то бывает. Вот, ягуар убил самку этой весной. То есть, создали пару, все было хорошо. Но потом взял, убил. Вот, не понравилось. Вот, знаете, такое бывает. Как говорится, люди иногда друг друга убивают. Это звери, хищные звери. Одно дело, в природе, когда они, знаете, встретились на время спаривания, разошлись, и самка может сама воспитывать своих малышей, уже выхаживать, а самец занимается своими делами. А здесь они живут в зоопарках на одних территориях. И, ну да, по идее, если бы у нас был бы круглосуточный за ними присмотр, можно было бы отсадить самца на последней стадии беременности, чтобы самец жил отдельно. чтобы присыпить и утащить ее отдельно закрыть, и тогда сохранить. Но мы стараемся идти ближе к природе, ближе к естественным условиям содержания всех животных. Поэтому у нас коллекция очень большая. леопарда у нас рождаются регулярно, рождаются в сказке. И в основном у нас их достаточно много. Ну, так получилось, друзья. Ничего здесь не поделать. Малыша, безусловно, жалко. Но есть же шанс, что у нас еще это. Да, мы узнаем просто... Это у нас пара, по-моему, мы недавно ее сложили, для того чтобы... Поэтому вот теперь мы знаем, что здесь самец такой непорядочный, и поэтому будем учитывать этот фактор в будущем. Поэтому ничего тут такого сверхъестественного. Это зоопарк. Это все здесь, жизнь и смерть. Как и в природе, в зоопарках тоже идет рядом. Поэтому видите, что тут даже утилизировать нечего. Остался кусочек хвостика и лапка. К сожалению. Ну да. Ой-ой. Так что... Съел? За секунды причем? Да. Да. Причем за секунды съел. За секунды съел. Кровь его свежая. Кровь его свежая. Такое бывает. Надеемся, что все-таки она еще... Возможно, да. Видно, он заскочил в домик. Она родила в домике. И он из домика вытащил. Потому что я вижу, что вот кровь пришла. Свежая кровь. И вот он его сожрал буквально-буквально. Забрал у нее. Поэтому самка закрыта. Есть надежда, что еще малыш родится. Пойдемте. Папаша, конечно. Так себе. Куда он там? Ох ты, папаша, папаша. Добрый Олег Алексеевич. Выпустил тебя. Я бы тебя оставила закрытого. Ох, а тут... Ох, а тут... Ох, а тут...